всем привет петрозаводск на связи и сегодня у нас новинка ну новинка в нашем салоне потому что мы если честно не сталкивались с этим мотором но не новинка в одномоторном рынке вот такой красавчик это у нас тохацию 4 такта 50 сил вообще на самом деле информации по мотору практически нету и пока он к нам ехал я решил заглянуть на youtube в котором куча всего обычно лежит потребного и решил поглядеть что же там есть по этому мотору и к своему удивлению обнаружил собственно по нему на русскоязычном youtube единственный микро обзор от андрея юрьевича где он оценил мотор вот следующим образом я вам просто показал я бы это не купил это чисто мое мнение я сразу начинаю думать о будущем а если что а если вдруг война с японии что делать будем всем удачи на воде и посмотрев короткое видео от гуру в одном одномоторике у меня почему-то такая сложилась ассоциация если вспомнить юношеские годы как подростки оценивали девушку фразой еб ей вдул но вот реально как бы вот такая ассоциация это низко не лишнее не нормально они обидятся андрей ну ладно хорошо но андрей юрьевич обиделся и в сердцах забанил наше видео и если честно я даже немного этому рад несмотря на то что страйк от ютуба достаточно жесткая вещь и крайне негативно на канале может отразиться можно даже закрыть канал за такие вещи потому что ну на самом деле оскорблять все гораздо и я думаю что мы с вами оскорблять его в принципе не имеем права и сейчас кто-то закричит что что фрай раздал назад но назад мы не сдаем на самом деле все переросло немножко из шутки в такое уже достаточно некрасивую ситуацию потому что народ достаточно агрессивно стал отзываться господине звери и повторюсь на это право нет ни у меня не у вас если вы лично не знакомы с ним какие-то дел не имели то просто так рассказывать мы не имели право поэтому хорошо что удалили надеюсь как бы не будем оскорблять никого у нас на канале потому что мы достаточно мирные товарищи повторюсь заднюю я не включаю поэтому мы пересняли его ролик в виде меня для того чтобы вы поняли о чем идет речь ссылка в описании будет на его ролик вы сможете это посмотреть суть нашего посыла на самом деле было несколько иной суть была в том что даже если человек есть авторитет его мнению многие прислушиваются то нельзя напрямую всегда руководствоваться только эмоциями везде есть факты в конкретный кита отзывы конкретные вещи о которых можно рассказывать просто чувство как бы они да хорошо и можно верить но лучше все-таки основываться на каких-то других вещах и выбирать мотор на основании других критериев нежели просто нравится не нравится поэтому посыл у нас был такой но немножко восприняли его агрессивно поэтому кто-то опять же будет кричать вон там тоже он сейчас он вас раздавит не включайте заднюю я повторюсь не заднюю не включаем с видео я с его не согласен поэтому и показали и поэтому сняли обзор чтобы вы узнали про этот мотор побольше но до того как это видео удалили андрей юрьевич успел наследить у нас на канале под этим видео оставил несколько комментариев к сожалению так все удалено их поднять невозможно я по памяти могу восстановить чтобы ответить на его вопросы и вставить это видео потому что сейчас как раз спасибо ему он как стал какие-то факты называть почему ему не нравится этот мотор сказал он о том что тахацу забывает ставить какие-то вкладыши ну честно говоря не знаю чем идет речь и не сталкивался с этой ситуацией что каких-то вкладышей на новом моторе не хватало ну если кто-то в курсе объясните мне я не в курсе просто поэтому не могу прокомментировать далее он писал что тахацу старинные приборы вот эти стрелочные указатели тахометр и 3 но на самом деле огромное количество водномоторников любят классику и он смотрится очень стильно вот эти стрелочки и многим на самом деле они нравятся и люди приходят там покупают приборы и никто не жужжит что берут универсальный тахометр стрелочный он достаточно красиво выглядит опять же никто не отменял протоколами а 2000 и соответственно моторы от 30 и выше мы можем кабелечком подключить карплоттеру вывести все в цифре и наслаждаться цифрой тахометр будет показывать классические обороты в виде стрелочки что опять же очень удобно потом андрей юрьевич по-моему упомянул отсутствие диагностики ну на самом деле я в этом проблему не вижу в принципе потому что более 10 лет проработав свое время диагностом на заре двухтысячных когда не сканеров ничего не было и а иномарок было уже очень много и собственно с помощью мультиметра ремонтировал 90 процентов автомобиль даже 90 95 наверное в редких очень случаях нужен был сканер для каких-то сложных операций поэтому практически любой мотор можно имея ручки и голову отремонтировать с простейшими приборами но при этом никто не отменял диагностику вот на тахацию оригинальная диагностика 25 30 опять же она у нас уже год лежит запечатаны то есть очереди на диагностику нет она просто лежит в деньги вложены она лежит это по моему 99 15 20 и сейчас мы снимали видео по полтиннику раз мы привезли в карелию этот полтинник соответственно должна диагностика быть для моторов 40 50 60 этот кабель тоже заказан из японии к нам приедет и соответственно все моторы мы диагностика перекрываем в нашем скромном городе проблем с этим я не вижу и упомянул он отсутствие запчастей ну во первых если говорить о расходке то с расходкой вот я конкретно достал именно на этот мотор так мотор мы заливаем оригинальное масло на мотор ставим оригинальный винт родные свечки масло в ногу смазка тахацию масляный фильтр оригинал прокладки сливных пробок оригинал крыльчатка на этот мотор сальники редуктора то есть основная расходка она вся есть фильтра все от и до вся расходка есть в нашем маленьком скромном петрозаводске как бы проблем с этим никаких нет если гаи речь идет о каких-то сложных запчастях они поедут либо из финляндии до нас они едут ну наверное там две-три недели если их нет филе на финском слайде если нет в россии они и цели андес на финляндии нет едут с японии опять же месяц как той же и махи мы привозим точно также месяц чуть чуть больше проблем с запчастями на ботахацу нет привести можно все что угодно да нет альтернативных на не в каких-то моментах на редкие моторы поставщиков китая тайваня там но оригинале опять же имея пятилетнюю гарантию расходка есть что-то сломалась как бы гарантия есть если сами виноваты разбили что-то опять же все можно привести все в разумных пределах поэтому я в этом если честно проблемы не вижу вот как то так еще хотелось бы опять повториться не надо никого оскорблять не для этого у нас канал как бы и повторюсь еще раз мы не имеем на это право как минимум по той простой причине потому что человек заслужит уважения хотя бы потому что это у нас собственно пионер в ю тубе на в одномоторную тему на российском ю тубе поэтому неважно что там кому сейчас не нравится мне может тоже его видео не нравится я просто их не смотрю вот и все но это не повод оскорблять давайте жить дружно и фраер назад не сдал поехали дальше и собственно ну обидно когда собственно вся характеристика заключалась в том что на вторичке нет бушных запчастей значит мотор как бы плохой порывшись дальше нашел как даже эти моторы оказывается существуют их в таиланде заводят даже заводят вы прям в этом коробе не снимая его оттуда чуть дальше пошли наши финские друзья и всеми любимый россиянами финн велиха посола наш лучший друг гоняет на этой лодке ты что финский усвоил какой финский он же по-фински говорит кто по-фински говорит ну собственно вот на этом и заканчиваются обзоры этого мотора еще есть несколько распаковок в америке и склад впечатления что мотор вышел вот только сегодня вот он такой красивый вообще дизайн обалденно хорошо выглядит современно модно молодежно красиво как будто он вышел вот только вчера на самом деле мотор вышел 7 лет назад и он 7 лет представлен на международном рынке нет это не поделка от honda или от mercury или из китая или еще откуда-то это полностью разработка tahatsu сделан в японии опять же кто-то будет вспоминать что у tahatsu совместные есть проект с honda да эти моторы были была 60 которая производила honda для tahatsu были более старшие моторы более мощные на сегодняшний день нет и tahatsu производит моторы под себя соответственно мы имеем мотор 50 он идет в корпусе 40 и 50 сил именно вот этот мотор собственно что мы имеем заглянем в книжечку все помнить невозможно соответственно мы имеем кубатуру кубатуру восемьсот шестьдесят шесть кубов три цилиндра 40 и 50 это у нас один и тот же мотор отличает их только наличие рестриктора но ограничителя воздушного потока во впуске на сороковке и блок управления соответственно любимый вопрос что куда мы раздушим это сороковку мы раздушим в 50 но с там того что разницы в цене между ними практически нет заниматься этим нет никакого смысла по той простой причине что рестриктор вы можете снять более того даже без замены блока я думаю что прирост мощности будет потому что мотор достаточно простой как и все в принципе японцы все достаточно просто поэтому логика будет простой увеличенный воздушный поток мотор будет видеть по датчику разрежения в основном коллекторе будет корректировать карты зажигания и впрыска и мощность я думаю что он прибавит непонятно что вы не выжимите из нее 50 сил никак но прирост он какой-то будет по-нормальному это снимаете рестриктор меняйте блок управления с учетом стоимости блока в более чем в 120 тысяч рублей напомню моторы почти в одну цену смысла в этом никакого нет по поводу прошивки я не знаю занимается ли этим кто-то но насколько мне известно пока никто особо его не прошивал моторов не так много чтобы на массовый поток это ставить и с этим разбираться поэтому этим никто не занимается соответственно если вам нужна сороковка берете сороковку нужен полтинник берете сразу полтинник соответственно 40 50 один мотор какие у него плюсы плюсы у него в том что у него достаточно малый вес на с ноги это у нас 95 килограмм и на или ноги 97 килограмм соответственно так как информации по этому мотору бы нет практически никакой мы можем смотреть только на заверение самого производителя японцев тахацу ну и редкие отклики в интернете где от владельцев этого мотора соответственно его позиционируют как достаточно экономичный он сравнение даже с конкурентами живет чуть меньше и при этом достаточно динамичный тахацу заявляет как один из самых быстрых моторов своем классе то есть при небольшом весе самый лучший показатель разгона у этого мотора больше информации к сожалению нет и здесь как раз таки хотел бы обратиться к вам владельцам 40 50 сил этого мотора поделитесь своими впечатлениями потому что я знаю что они положительные вам мотор нравится но хотя бы расскажите на чем он у вас стоит как вы ходите и что с ним делаете и как вам вообще мотор почему вы взяли именно его и как он вам нравится всем будет полезно и очень интересно опять же более внимательный скажут а я видел у тахацу мотор 60 сил и до тахацу делает 60 сил свой мотор это не honda больше когда-то honda делала шестидесятку для тахацу теперь шестидесятка чисто тахаца и он выглядит один в один он все то же самое внешне вы его даже не отличить если закрыть 40 50 это или 60 но шестидесятки другая головка блока цилиндров если этот мотор у нас на три цилиндра по два клапана 6 клапанов то тот мотор 9 клапаны два впускных один выпускной соответственно здесь тахацу пошла по пути yamaha как из 60 к превратилась 70 к заменой головки при той же самой кубатуре здесь остался тот же самый блок колено все но поменялась головка двух клапанной системы на трех клапан и и соответственно мотор стал шестидесятки поэтому 40 60 вы не раздушить 60 это свой мотор со своей головкой при этом в этом же весе и с этой же небольшой кубатурой опять же вы скажете нафига козе баян есть yamaha зачем нам какой-то тахацу и если у нее вообще плюсы ну давайте сравним характеристики видео по и по сороковкам и по полтинникам поймать у нас было я вам напомню цифры соответственно тахацу если мы сравниваем 40 тахацу и 40 yamaha yamaha весит всего на килограмм больше то есть можно сказать что мотор абсолютно идентичны чем интересен будет тахацу тахацу будет интересен тем что у нее кубатура больше 866 против 747 у трехцилиндрового yamaha 40 f40f соответственно получаем при той же габаритах и том же весе большую кубатуру многим это нравится большая тяга и соответственно мотор привлекает этим едем дальше чем еще он интересен если мы говорим о полтиннике то вот здесь разница увеличивается между yamaha и тахацу но на понимать что именно вам нужно если мы смотрим на yamaha 50 сил то там это уже литровый мотор потому что yamaha 50 в корпусе 60 50 60 у yamaha и 40 50 у тахацу то есть это разные немножко сегменты сравнивать их в лоб как бы не совсем правильно поэтому 50 и а тахацу проиграет yamaha в объеме естественно потому что 866 здесь кубов и там почти литровый мотор но yamaha из-за того что она уже в корпус 60 уходит у нее другой вес более 100 по 13 килограмм и здесь 94 соответственно 15 процентов прироста весе она будет ощутима соответственно имея не тяжелую лодку то полтинник тахацу будет интереснее за счет своего веса меньшего и кубатура возможно вам не нужна будет вам не нужно будет какие-то тягать тяжелые грузы и нужен будет тягой винты и тяга на винте его этот упор и эта кубатура вами может быть будет в принципе не востребована поэтому он в своей нише находится и 40 50 небольшой вес по факту это сороковка если с yamaha сравнивать при этом есть возможность взять полтинник и кубатура в сравнении сороковкой больше поэтому мотор он сам по себе он интересен если говорить о ценах вы любите вообще спрашивать о ценах и мы очень не любим отвечать на эти вопросы по той простой причине что все меняется с такой скоростью что называв ценность сегодня завтра уже будет совершенно другая давайте все-таки озвучим цены и так сороковка на сегодняшний день тахацу 40 на короткой ноге а это с с гидроподъемом стоит 517 тысяч рублей на длинной ноге тоже 517 тысяч рублей если смотреть в сторону и махи то и маха будет чуть дешевле это в районе 500 тысяч и короткая длинная нога 498 тысяч за короткую 503 за длинную едем дальше полтинник от тахацу стоит на длинной ноге 529 и маха тоже 529 тысяч еще в одну цену оба японских бренда в одну цену но тут появляется один интересный момент что у тахацу полтинник есть на короткой ноге это у нас длинноногий но для любителей установить мотор на текущий транец там на вашем прогрессе или на какой-то лодке куда доступен мотор в 50 сил и где нужна короткая нога у тахацу такой мотор есть это вот только с короткой ногой в ямахе в этого мотора в принципе нету там только длинноногий мотор поэтому здесь как бы на смотреть что вам нужно если говорить о 60 который построен на базе полтинника то есть по сути тот же самый мотор с другой башкой то у него цена 582 тысячи против 574 у ямахи и тут кто-то опять скажет на фига козе баян и скажет это второй раз если мы имеем тахацу который стоит столько же иногда там на 10000 дороже чем ямаха зачем нам его тахацу но ценообразованием мы не занимаемся информация идет от японцев японцы считают что мотор столько стоит но у меня есть основанием доверять что действительно они оценивают его высоко и они ставят на практически на одну ступень с ямахой но даже не это главное главное то что когда вы сегодня придете в магазин например в наш и попросите мне нужна ямаха к сожалению мы вам откажем в поставке по той простой причине что сейчас идет поставка уже очередь на поставку весны более того практически вся очередь она расписана свободных моторов не 50 не 60 их просто у ямахи у нас к жалею нет потому что люди подсветились они пришли заранее они шли осенью и заказывали моторы на весну сегодняшний ситуация такова что моторов опять же нет они в дефиците и люди заказывают заранее и поэтому ямаху мы в принципе предложить не сможем как сколько бы она не стоила по тахацу ситуация чуть проще моторы иногда выстреливают и соответственно как данном случае человек пришел заказал мы ему привезли в чьи недели мотор и маху мы к сожалению в следующий человек который просил ямаху полтинник заказали только на весну раньше его не будет у нас поэтому кто хочет освоить деньги сейчас то шанс получить мотор японца с пятилетней гарантии опять же иногда спрашивает почему пять лет базовая гарантия на тахацу два года при продаже мы сразу делаем регистрацию определенной гарантии человек получает пятилетнюю гарантию чтобы ему не заморачиваться и не забыть зарегистрировать это бесплатно то есть вы уезжаете с пятилетней гарантии если опять же сравнивать у нас всегда хочется сравнить с ямаха потому что работая с обоими брендами естественно видишь оба немного не понравилось то что японцы делают достаточно жидкий каркас если у ямахи он из толстого металла он проварен он усилен то японцы делают у тахацу его быстросъемным например вот эти усилители они просто вот устанавливаются вот так и все и так собран весь каркас это да несомненно это удобно вы его тюк 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 отщелканули и он рассыпался на часть но когда наша доблестная транспортная везет и ходит по нему ногами то ничем хорошим обычно это не заканчивается перевозить такие моторы надо очень и очень аккуратно и несмотря на жесткий каркас металлический заказывать обрешетку однозначно потому что далеко просто напросто не довезут наши транспортники наш карпас каркас этот же чем у ямахи если вот у нас кадре стоит кстати сороковочка чтобы вы понимали габариты то есть сороковка у тахацу четырехтактная будет в этом же корпусе то есть четыре такта и два такта чтобы визуально сравнить насколько он крупнее габарит не но это нормально это у любого мотора четырех так не как он больше ну собственно важный очень момент в каком виде поставляется мотор когда вы его купите у многих этой информации нет соответственно покупая мотор вы получаете в каркасе сам мотор из нее выходят силовые провода на аккумулятор и собственно больше из него ничего не выходит в коробке с мотором ничего не лежит ну кроме стандартно топливного бака на 25 литров бак такой же как и на ямахе это мы уже показывали один и тот же завод выпускает далее идет коробка с рулевой проушиной рулевой тягой чтобы могли подключить дистанцию интересный момент у тахацу в том что номер мотора он на комплектующих тоже продублирован соответственно вы четко понимаете что это вот именно от вашего мотора номер мотора выбит на пакете вам ничего не перепутали у вас все подойдет все четко и никто ничего не вас не обманывает естественно идет груша также со своим номером мотора стандартный набор инструментов все как у всех аварийный шнур свеча свеча идет одна в комплекте вот пакетик завода запечатанный ничего оттуда мы не снимали идет шплинтик запасной один и идет штуцер для промывки вот что удобно на моторе находится ничего из него не торчит на нем находится пробка которую вы можете выкрутить там даже капли воды падают и собственно закрутить штуцер и промыть в ад мотор после использования ног особенно актуально для соленой воды далее у нас идет комплект установочный болтов для крепления к трансу идут наконечники тросов которые подключаются к мотору руководство на английском она идет штатно упакована в комплектацию и отдельно дилер напоминайте должен вам отдать руководство на русском то есть он выходит из японии без руководства на русском его докладывают уже здесь в россии к мотору поэтому не забывайте в комплекте идет английский интересный момент в том что при переводе немного опечатались либо скопировали просто с другого руководства не обратили внимание на последнем листе есть комплектации там собственно указано что во первых у вас идет гайка для грибного винта так как винт уже установлен на моторе то соответственно гайка стоит на нем отдельно гайка не идет несмотря на то что они пишут здесь что она должна быть вот в этом пакетике нету это никто вас не обманывает далее указано что в комплекте три свечи свеча по факту идет одна это опечатка в руководстве на будущее поправят пока это к сожалению вот так более того номер свечи указан общение от этого мотора из комплекта здесь родная свечи свечка иридиевая которая стоит на моторе здесь указана обычная классическая свеча простенько на этом моторе иридиевые свечи причем достаточно дорогие у нас кстати на складе они есть если кому-то надо обращайтесь без запросов поэтому вас повторюсь никто не обманывает вот это на последней странице небольшая опечатка поэтому вот такой комплект поставки идет с мотором естественно мотор дистанционный с этим комплектом вы только его физически повесите на транец идет вторая коробка естественно для моторов идет машинка такая красивая оригинальная машинка с кнопкой гидроподъема кстати важный для многих момент это то что мотор поддерживает управление оборотами троллинга соответственно вы просто нажимаете на ключ зажигания и обороты меняются все элементарно соответственно это на машинке а если на мотор поставить мультирумпель это кстати тоже возможно то на мультирумпель и также на замке зажигания нажимаете на секунду на ключ и обороты меняются с машинкой руководства и наконечники которые стандартный комплект поставки машин что у ямахи что тахацию всех плюс-минус одинаково все далее с мотором идет тахометр тахометр здесь классический стрелочный вот такого здесь пленочка поэтому он такой мутноватый пленочку снимите будет все красиво то есть обычный классический тахометр не как у ямахи но мотор у нас укомплектован штатным гидроподъемом и с датчиком трима и соответственно в комплекте идет датчик трима интересная особенность если в вашей лодке какой-то рецесс очень маленький и соответственно вы боитесь что поднимая мотор вы колпаком просто в него упретесь и колпак сломаете то для этого мотора существует комплект ограничителя подъема соответственно датчик устанавливается все штатные места все оригинал вставите кит и вас мотор будет подниматься только до определенного момента дальше подъем не будет осуществляться соответственно у вас два прибора врезаются тахометр и датчик трима ну и соответственно что все это работало все подключить коса идет которая идет от мотора к этим двум приборам чтобы у вас все работало соответственно тросов газа реверса с мотором не идет у ямахи 40 они идут в комплекте с более старшими моторами их уже не кладут но тахаться в принципе низкие моторами троса газа реверса не идут комплектация неплохая для установки все есть троса в размер ставите и погнали на воду поэтому вот мотор я считаю недооценен необоснованно мотор это не новинка и 7 лет эксплуатации на водоемах видео они встречаются маленькими кусочками нарезками и в европе и в америке он есть и в азии он по всему миру он есть и присутствует он там эксплуатируется это не штучное производство для российского рынка какая-то поделка самоделка то есть нормальный мотор который вы достаточно больших количествах производится повторюсь япония я считаю что мотор можно брать мотор достойный путь получать удовольствие тем более что потихонечку привыкли уже где ведь 9 15 20 инжекторному народ уже начинает очень активно брать тридцатки инжекторные у тахаться тоже это их собственный мотор и собственно тут от тридцатки до 40 50 буквально такое расстояние и имея на сегодняшний день уже тахаться и понимая что вас мотор не подводит вам все нравится я думаю без проблем увеличивая мощность рассмотрите именно тахаться потому что останетесь в этом бренде и возьмете достаточно достойный мотор который составит конкуренцию именитым брендом на шильдике вы можете увидеть надпись бельгия чтобы вас не смущало это просто ввозится через европейское представительство а произведен у нас в японии ну и цвет у нас издалека кажется черным по факту это баклажан мотор доступен также и в белом цвете надеюсь все рассказал делитесь своими мнениями кто владеет этими моторами и 40 и 50 и 60 тоже расскажите что как и почему будет интересно всем и нам тоже потому что для нас это первый мотор колпак не открываем по той простой причине потому что находится в каркасе его отсюда не вытащить мотор будет клиент устанавливать сам надеюсь что он к нам под приедет либо на установку либо на обслуживание мы покажем уже что там внутри кстати вот эта пробочка сбоку это для замены масла опять же достаточно удобно наклонили мотор масло слили выглядит немножко архаично как-то выбивается из стиля но зато удобно а так все все обычно все стандартно все как у всех всем пока